Даниэль, ты собираешься кушать? Нет. Почему? Приятного всем аппетита! Вот такой вот противень. Вот он такой красивенький. Да, тут картошка и такие трубочки. Мы всегда, кстати, покупаем вот в одном и том же магазине, и у них довольно-таки неплохие сладости, и пирожные, и торты, и так далее. Я сейчас все подготавливаю к национально-арабскому блюду, которое называется... Ну, это салат, это не блюдо, вот, который называется табули. Пацаны пошли вниз, взяли мячик, ну, надоело им дома сидеть, ну, и правильно, что думаете здесь, вот, за компьютером, что ли. На ней пообедали хорошо и пошли вниз. Так, значит, вернемся к салату табули. Как вы видите, у меня очень-очень много петрушки. Да, здесь у меня 8 пучков, достаточно таких крупных. Я эту петрушку не резала, уже купила готовую, такую уже нарезанную. Нас так продают специально для этого салата, да, и не только. Знаете, можно так купить вот уже готовую. Она стоит 4 шекеля, по-моему, один пучок нарезанной петрушки стоит 4 шекеля. В принципе, это нормально и недорого. И можно, как бы, положить ее в морозилку. И все, как бы, знаете, когда вы там что-то делаете, салатик, не салатик, вы знаете всегда, что у вас петрушка уже нарезанная. Вот я, кстати, не люблю салата делать из-за того, что нужно нарезать петрушку. Не знаю почему, но мне зелень не очень нравится нарезать. Так вот, сейчас я, она, кстати, помыта и все. Но, знаете, я все равно люблю так еще промыть ее хорошенечко. Почему так много? Ну, потому что сегодня день рождения Даниэля, и будет у нас много людей. И вот арабы очень любят этот салат. Да не только арабы, но вот они очень любят. Они как-то к этому салату относятся как-то вот очень особенно. То есть, они его не часто делают. Это такой, знаете, салат для праздника. Вот как у нас оливье, то есть мы не делаем оливье каждый день. Точно так же у них вот этот салат табули. И, к тому же, ко всему он очень полезен. Потому что, как вы знаете, петрушка, это клетчатка, это зелень. Вот так я ее промыла. Сейчас я это все высыплю вот в мою чашечку. И все, пока что на этом этапе. Потом мне нужно будет приготовить лук. Мне нужно будет приготовить мяту. И зеленый лук. Зеленый лук, очень важно заметить. Тут все будет зеленое. Такой зеленый полезный салат. Вот. Единственное, что мы добавим сюда, кроме лука, петрушки и мяты, это будет пшено. Пшено я немножечко замочу. Вот. И потом его сюда все загружу, добавлю. И оливковое масло, естественно. И много-много лимонового сока. Вот. Я купила, наверное, больше двух килограмм лимона. Сейчас я это буду подготавливать. Все. Вот такие его дела. Петрушка пахнет просто замечательно. Пахнет весной зеленью. Вот такая вот красота. Здесь я уже приготовила. Я не снимала сам процесс резания. Вот. Здесь у меня зеленый лук и мята. Я нарезала и залила это все оливковым маслом. Если я не залью это оливковым маслом, то мята почернеет. Поэтому обязательно-обязательно нужно заливать оливковое масло. Вот прям, чтобы вот так вот, вот это вот все здесь плавало. Вот. И оставляю это в сторонку. Оливкового масла очень много надо. Ну, потому что у меня очень много петрушки. Поэтому оливкового масла этот салат... Очень много пойдет оливкового масла на этот салат. Ну, потому что у меня, как я уже сказала, много петрушки. Для этого масла это пшено. Да мне же здесь нужно наводить порядок. В моих ящичках что-то тут все навалено, накуплено, навалено. Вот так. Вот так. Поехали. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok